Ребята, я вас приветствую. Лучший момент поговорить о кризисах в жизни. Вот ведь удивительное время сейчас, а? Все в кучу обрушилось на нас. Причем не только локально, в одной стране, а вообще повсюду. Это же надо время переосмыслить, конечно, то, что происходит. И с одной стороны, можно поддаться этому массовому паническому состоянию и психозу, а можно дистанцироваться. Я считаю, второй вариант намного лучше и правильнее. И это действительно огромный дар, когда не сам ты должен вырвать себя из ритма, чтобы что-то переосмыслить. А здесь все обстоятельства тебе помогают вырвать себя из этого ритма и переосмыслить, вспомнить о давно забытых целях. Именно во время кризисов мы проявляемся наилучшим образом. По крайней мере, наиярчайшим образом. Кто-то проявляет свое лучшее, свою силу, кто-то проявляет свое худшее. Но в любом случае, это некий катализатор того, что есть в нас. Самое время посмотреть на себя со стороны. Мне думается, что наша жизнь, она все-таки не про... Не про материальные какие-то достижения и достатки. Хотя, естественно, на поверхности лежит именно это. Наша жизнь о том, чтобы быть постоянно в супертесном контакте со своим внутренним искренним глубинным стремлением к самовыражению, к тому, чтобы жить мечтой, которые уходят корнями туда, в детство, в юношество. И то, что мы зачастую под давлением этого, как многим кажется, циничного, жестокого, прагматичного мира, то, что мы забываем, заталкиваем по углам, запираем в ящиках каких-то в своей душе и адаптируемся. Я себе... Ну, я уже говорил, это не хвастовство. Я действительно себе такого в жизни не позволял. За это приходилось, конечно, расплачиваться в чем-то. Но в целом это рецепт счастливой жизни, на мой взгляд. Быть все время в контакте со своим вот этим внутренним естеством. А сейчас обстоятельства. Сейчас и в любом следующем кризисе обстоятельства просто показывают вам. Они как будто хватают вас за плечи и говорят, дружище, встряхнись, вспомни про что ты на самом деле. О чем твои мечты? Что ты хотел-то вот тогда? Пять, десять лет назад, пятнадцать, о чем ты мечтал, когда ты читал лучшие книги, которые для тебя сыграли роль? Когда ты закрывал эти страницы, эту книгу захлопывал, что в тебе бурлило? Что ты хотел воплотить? Эти вещи, конечно, многими забыты в прагматизме. Вот это, наверное, наибольшая травма и то, на что неприятно смотреть вокруг. Мне хочется верить, что сейчас на всей планете люди, уединившись на карантине или дистанцировавшись, потому что им сказали, что так надо делать, и сидя в своих квартирах, домах, кто где, люди вспоминают о том, а зачем я хожу на такую-то работу. Это ли работа моей мечты? Я не утверждаю, что нет, но нужно перепроверить. Может быть, вы точно поймете, что нет, что нужно что-то в жизни менять, раз к тому же такие потрясения. Если вы сомневаетесь, если ответа нет, то мне кажется, самое время обратиться к книгам. Кстати, в прошлом выпуске, когда я с вами делился своим опытом в джунглях Амазонки с шаманами, испитием эзотерических сложных напитков, вы спрашивали о книгах. Какие книги в свое время помогли расширению сознания? Может быть, кстати, как раз сейчас тот момент, когда вы могли бы взяться. Это не всегда легко, точнее, это всегда нелегко. Есть моменты, когда нас просто зовут такие книги, и тогда, значит, все, душа открыта. Зачастую, конечно, особенно когда вы на плотных рельсах, приходится заставлять себя читать такую литературу. Они не сработают, эти книги, в таком состоянии. Когда вы себя заставляете, это не пойдет. Это скорее, знаете, как отличное снотворное. Открыл, начал читать, заснул. Все, ну, значит, душа пока не открыта, душа не слышит это. Книги, которые на меня в свое время оказали влияние, я сейчас перечислю. Но, заметьте, ни одну из них по отдельности я бы не то, что не стал рекомендовать. Я думаю, они работают в совокупности. Первое, с чего я когда-то начал, наткнулся на философскую школу четвертого пути. Это так называемая школа Гурджиева-Успенского. Это философы-мыслители дореволюционной России, которые в революцию уехали кто куда, воссоздали школы, ну, философские школы в разных странах. И книга «Четвертый путь» была написана Петром Демьяновичем Успенским на базе стенограмм его лекций в Оксфорде. Школа уже тогда существовала, там, порядка нескольких десятилетий. Одна книга называется «Четвертый путь». У этого же автора есть книга «Терцио Морганом». Это тоже Успенский. Успенский был, кстати, главным редактором газеты «Санкт-Петербургский вестник» в дореволюционной России. Увлекался математикой, знал свободно несколько языков. В общем, это интеллигенция дореволюционной России. Позже, как я уже сказал, он преподавал в Англии и вообще осел в Англии. Гурджиев – это человек с Кавказа. Немножко другим путем он пошел, но первоначально именно Гурджиев открыл Успенскому таинство этого философского учения, которое уходит корнями на восток. То есть это, можно сказать, восточная система знаний, адаптированная под западного человека. Итак, четвертый путь. Кстати, в свое время я инициировал создание аудиокниги, потому что не было четвертого пути в аудио. Вообще, начинал я читать вообще на английском. То есть, когда эта книга еще не была переведена на русский, это была первая философская книга, которую я начал читать. И вначале там идут тезисы. Я начал читать тезисы. И вы представляете, когда там парень в 25 лет, мне было 25-26, читает и понимает, что это просто написано как будто для меня. То есть, как будто... Я даже не могу это объяснить. Как будто каждый тезис написан для меня. Все то, что я когда-то выписывал из произведений Шекспира, какие-то правила жизни пытался для себя формулировать из художественной классической литературы. Еще до отъезда в Калифорнию, тогда в 92-м году, я себе делал такие блокноты с записями, с выдержками из литературы. И вдруг в 26 лет я нахожу книгу, которая именно говорит о всем том, что между строк было написано. Итак, это первая рекомендация. Вторая рекомендация. Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. То есть, немного классической философии отлично даст фундамент в сочетании с философской школой. Потому что классическая философия – это не школа. Это совокупность взглядов или умения смотреть на мир. Великолепное, элегантное мышление. Я когда-то в Инстаграм делал пост про это произведение. Еще раз. Мир как воля и представление. Артур Шопенгауэр. Звонкая мысль. Кристальная. Сейчас, мне кажется, вообще в современном мире люди не мыслят таким образом. Почему-то очень много информационного шума, конечно, обрушивается. И наш мозг, он все это переваривает. И мне кажется, такая кристальная мысль, как была у мыслителей в 19 веке. И раньше, сейчас так человек не способен мыслить. Дальше. К этим книгам совсем неожиданная рекомендация, возможно, это Карлос Кастанера. Мысли не его, естественно. Это маг Дон Хуан, который его обучает. Попробуйте. Только не начинайте с этого, а дополните то, что те книги, которые я назвал прежде, этим чтением. Это, по сути, притчи. То есть, вообще, Дон Хуан и в целом вот это наследие магов Древней Мексики, так называемых, это познание через притчи, через истории, через такой сторителлинг. Назовем модным словом. Сторителлинг. Удивительная, крутая система, причем говорящая о том же самом. Знаете, что поразительно? Что если прочесть Шопенгауэра, Четвертый путь и Кастанеду, но только первую книгу Кастанеды можно, в принципе, наверное, пропустить. Там больше о всяких растениях силы. А дальше идет в чистом виде система знаний, которые пытается Дон Хуан передать своему ученику. Вот я считаю, со второй книги самая емкая и концентрированная книга, это, наверное, «Путешествие в Экстлан». Это третья книга, если я не ошибаюсь, Кастанеды. Всего у нее 11, по-моему, книг. Я их в свое время прочитал трижды, просто по кругу. Но обязательно, чтобы не уйти и не воспринимать это как сказки, очень здорово параллельно все-таки читать что-то из области вот такого классического кристального мышления, типа Шопенгауэра. Вы поймете, когда начнете читать, что нужно уравновешивать немножко вот эту такую взбалмошную вот эту южноамериканскую философию. Хотя все это об одном и том же. Вот такие книги, наверное, для начала я бы посоветовал, которые в совокупности, я считаю, дадут вам объем и возможность переосмыслить. Подытоживая это обращение, ребят, книги, конечно, это прекрасный дар, они позволяют нам немного встряхнуться и посмотреть на мир под новым углом. Особенно такие книги. Но в конце концов ты приходишь к пониманию, что все изначально внутри нас. Пробиться к этому сложно. Не предать это сложно. Так что используйте момент и возвращайтесь к своим основам. Я желаю вам удачи. Спасибо за внимание, ребят. Пока.